раз короче когда я мы стримили на youtube ну вот первый раз второй выпад на 3 выпад я забыл назовет записи получается что я ту трансляцию которая у нас ушла я скачал с youtube а с youtube и дает качать только 720p и короче там качество было ну такой себе ну понятно что в любом случае здесь все смотрят это просто больше по типу того как ты включил это на фоне и сидишь какие-нибудь дела кинь монотонно делаешь и я что-то под это дело рассказываю да но в том числе если там хочется какой-то визуал да там визуально составляет все-таки хочется немножко качества поэтому как бы я сейчас наконец-то вспомнил о том что надо нажать на запись и у нас еще будет запись и в любом случае все будет так вот классно оформлено сделано круто и здорово так что же давайте перейдем уже непосредственно ко мне итак добрый вечер всем приятного вечера всем приятной пятницы с вами сегодня брюс вылез и мы начинаем шоу крепкий орешек кстати это очень хорошо коррелируется с тем что сегодня будет происходить потому что сегодня на концовочку нас отложен небольшой подарок от моих друзей которые решили ну сказали такие посмотрели третий выпуск увидели что я там ел соус на 6 миллионов сковеля 6 миллион сколь достаточно много такой достаточно острый хороший соус только прям вот и вы если вы вдруг не видели пропустили этот выпуск я рекомендую вам его посмотреть если не хотите слушать все можете просто это мотать конец где-то на часик и сейчас там начинается мое прощание и завершение выпуска и я там решила себя чуть-чуть подбодрить так сказать попробовать сделать небольшое такое решение ход конем да типа налил чип на чипсиный соус который достаточно острый и хотел думал ну я сейчас его съем я в принципе достаточно неплохо соусы кушаю то есть короче там именно по острому у меня так сказать опыт есть да там и до этого я кушал и так далее вот и собственно что произошло я налил этот соус пожевал чуть-чуть и меня прям накрыло конкретно то есть я думал что я сейчас потеряю дар речи потому что будет очень сложно говорить и это так и произошло потому что я прям было очень тяжело говорить а особенно когда ты пытаешься еще это все дело уложить какую-то правильную концовочку да чтобы это все было классно и хорошо звучало получается очень тяжело вот но в то же время весело потому что я потом когда в записи это посмотрел но в целом смотрится достаточно весело потому что человек пытается какую-то фразу сказать но у него чуть-чуть прерывается из-за того что чуть-чуть остров так вот я просто к чему это говорю мои друзья хорошие хорошие очень хорошие друзья посмотрели горит ну что это за детский сад 6 мирном сковели это вообще разве можно он там с детский садик давать это вообще не серьезно давай-ка ты попробуешь другую штуку которая в два раза в два раза острее и сделаешь это в прямом эфире но вообще инициатива происходило больше дня потому что я знал что у них такая штука есть вот и они решили мне подогнать прям целую коробочку вот этой темы я специально сейчас не анонсирую не показываю это в кадре чтобы чуть-чуть оставить интригу наконец чтобы если кто-то сейчас смотрит это в записи очень в онлайн но записи тоже в онлайн чтобы вы оставались до конца короче я прям вот наши удержание аудитории все дела короче вот стараюсь как бы чуть-чуть работать наперед потому что у нас сегодня я не думаю что мы сильно на очень долго потому что я опять же у нас проитерирую что у нас вчера точнее у нас у меня вчера было день рождения 3 число 3 ноября вот исполнить 29 лет мы вчера очень хорошо потусили в баре классно посидели пили пивка классно покушали мне очень крутой подарок сделала моя жена аня она подарила мне большой большой в бургер который больше чем моя голова два с половиной килограмма весом и это было настолько обескураживающе что когда я увидел когда его принесли мне на стол поставили я просто офигел то есть у меня просто речь пропал то что никогда в жизни таких больших огромных бургеров не видел вообще то есть и во первых он был очень большой во вторых он был невероятно вкусный и я всем максимально рекомендую если что идти потом то блэйд и праздновать свой день рождения и заказывать такие классные бургеры потому что это невероятно вкусно и невероятно эмоции дает просто конкретно так вот мы вчера очень классно посидели класс пообщались и сегодня я думаю что я так чуть-чуть подвыжатый после вчера тоже вчера сидел рассказал всякие разные истории только в кругу на своих друзей вот сегодня у нас такая онлайн вечериночка в том числе мы празднуем продолжаем праздновать мое день рождения и если вдруг у вас есть желание и вы хотите блеснуть своим креативом или просто поддержать канал и то что мы здесь делаем до собираемся вместе каждую пятницу хорошо проводим время вы всегда можете сделать это вот у нас там есть на стримчике выведен qr-код и в том числе в описании всегда и ссылочка где вы можете перейти на дальнейшем данный шиналердс и занести какую-то небольшую монету чтобы так сказать поддержать этот стрим и не знаю написать классные сообщения которые у вас будет потом висеть вот здесь вот в окошечке донет месседж и там сейчас диван иванович 50 рублей занес да вот единственное что сообщение написал но в любом случае у нас такой есть небольшой интерактив вы можете повзаимодействовать в том числе и с помощью доната а можете повзаимодействовать повзаимодействовать с помощью чат у нас в чате можно тоже писать классные сообщения комментарии и я все вижу и буду стараться читать это все в перерывах между тем как мы будем менять разные истории разные темы и так далее поэтому постепенно это все дело расскажет и с вами тоже общаться вот что касается давайте про техническую часть тоже упомянем что было бы приятно что если бы вы подписались на все социальные сети которые у нас представлены это получается телеграм-канал и канал на ютубе чтобы никогда никогда не пропускать прямые эфиры и всегда знать что в этот день в 9 часов вечера в пятницу в принципе у нас очень стабильно но в любом случае вот например вы такие там не знаете идете допустим с магазина у вас в руках большие пакеты с едой и алкоголем допустим и вы таки идете думаете что бы поделать вечером все планы слетели друзья куда-то ушли все развились вы сидите такие чем чем бы заняться и тут раз и уведомление приходит у нас прямой эфир и вы просто ништяк посижу с ваникой послушать что он там сегодня расскажет и как он сегодня будет корячиться пробуя разные острые штуки вот такая история поэтому я думаю что это будет очень приятно для тех всех кто смотрит сейчас онлайне я шлю огромный огромный привет я надеюсь что вам весело вы сидите я не знаю допустим где-то в какой-то квартире или вы сидите на кухне и классно проводите время сегодня с нами вечером вот нас эти привет летел первый донат на сегодня четвертом выпуске у нас лев занес два бакса это кстати очень хорошо и написал добро овощи кайф кайф вот первые донатики пошли это всегда очень приятно донатиков всегда много не бывает поэтому шли еще и мы будем классно проводить с вами вечер и пишите какие-нибудь смешные или мемасные классные тексты будем угорать все вместе и вообще здорово проводить этот вечер вот для всех тех опять же кто сейчас онлайн большой большой привет те кто сейчас смотрит это в записи и попозже вам тоже большой привет я думаю что вам тоже огромный респект что вы нашли время и решили провести какое-то количество времени на работе или там где-то просто у себя дома делать какие-то классные монотонные вещи вот мне мой корж рассказал что он вообще чинил квадрокоптер и просто врубил меня и я ему на протяжении все это времени в уши что-то рассказывал а он не собирал и разбирал классные маленькие болтики вот и в принципе неплохо проводил время вот и в таком случае как бы вот у нас вообще складывается такая классная статистика что все мои выпуски ну вот из друзей то что сейчас у нас в принципе те кто подписан то все мои друзья или такого я очень хорошо знаю вот и так получается что многие очень слушают при каких-то вот ремонтных работах то есть у меня есть там кореш который чинил машину и слушал выпуск и хорошо у него там все прошло и все потом заработала и все было здорово да есть кореш который чинил квадрокоптер разную технику поэтому короче получается так что там либо кто-то что-то чинит либо просто сидят классной компании там тусуются и так далее либо не знаю чуть готовит ну короче в любом случае если вы хорошо проводите время и я вам немножко скрашиваю какие-то разные там ситуации в жизни это вообще прекрасно то есть и это очень хороший способ отвлечься чуть-чуть и просто уйти куда-нибудь и вообще поведет гулять по улице и слушать какие-то классные разные пространные истории где я рассказываю о чем-то о чем вы возможно не знали а возможно ждали просто не помнили или забыли или где-то вскользь просто упомянулась а я так раз и это все поднял и стало это чуть более интересно вот еще касательно технической части опять же но я проговорил что пишите классные комментарии пишите классные сообщения в донаты пишите классные сообщения в везде везде в каждом паблике где мы представлены то есть получается пока youtube и telegram я там в том числе кстати в telegram канале почему классно подписан потому что там не только выходит уведомление о новых эфирах и каких-то видосов мы в то же время я там укладу какие-то классные фотки которые можно поставить на себе на заставочку или же там видос какие-то класс тоже укладку что я очень много снимаю помимо того там и в городе и за городом и летая на квадрокоптере и летаю на и точнее фотку на аппарату из как бы класс какие-то фотографии по лайфстайлу по природе по вообще целом эстетики какой-то там северной бурманской поэтому всегда подписывайтесь и будет здорово классно нас там будет классно круглое число которое мы можем тоже отметить вот что еще что еще я хотел сказать можно кстати как раз у нас уже достаточно неплохо прошло вот меня на таймере показать 9 минут он пока я начинал там пошло чуть больше поэтому самое время поднять бокальчики и выпить за сегодняшний классный день сегодняшний классный вечер выпить за мое день рождения я могу себе сегодня это позволить потому что все таки держение раз в году бывает как это не очевидно звучало на поэтому всем прекрасно вечера поднимаю бокальчики несу это все в камеру так вот дзынь вы можете со мной так и банк и чокнуться и классно выпить чокнуться вообще по жизни голову такая история поэтому ребят за вас за мой прошедший день рождения всем спасибо кто вчера пришел было классно классно потусили классно было пообщаться со всеми что-нибудь рассказать вам тоже там и вообще здорово провести время ура а красота вино как всегда у меня сегодня маска к налито но в принципе это уже традиционно достала поэтому я не устану повторять что вино очень вкусно вот опять же проитерирую такую тему то что вдруг если какой каким-то невероятным способом да или каким-то вероятным случаем случаем вы наткнулись на выпуск случайно и вы не знаете вообще что тут происходит кто я такой и чего еще происходит на статье донаты приходят и надо себе кстати вывести отдельно страничку сейчас мы чуть-чуть прервемся на небольшой технические шоколадки потому что я не был готов что нам донаты полетят хорошо и я буду пропускать их потому что никита нам занялся денежку и никита написал с прошедшим никита спасибо большое у нас еще или мир то залетел со 100 рублями просто ворвался в этот стрим и тоже написал спасибо большое всем кто поздравляет это невероятно приятно и всегда очень здорово читать ваши классные поздравления потому что ну все равно как бы это в любом случае делается с точки зрения просто как от себя да то есть я тот человек который можно показаться что я вроде как и люблю поболтать но если честно то есть как бы я вот из тех людей кто на самом деле очень такой ну не то что закрытый но как бы не всегда люблю поболтать хотя вот если в хорошей компании посидеть и просто с кем-то зацепиться мыслями какими то я могу разговаривать просто часами но вообще мне иногда бывает сложно разговаривать так вот еще раз и я как раз открыл себе страничку с донатами вот black normal занес нам 100 рублей написал happy birthday спасибо большое всегда приятно прочитать поздравление с днем рождения но никиту я уже читал с прошедшим и мир тоже 100 рублей занес еще раз проитерирую что поздравил день рождения и это прекрасно вот на чем я остановился остановился на том что если вы вдруг случайно каким-то образом зашли на это видео решили посмотреть что вообще тут происходит меня зовут ваня я тут просто сижу вот так каждый вечер мы собираемся в пятницу уже четвертый раз четвертую неделю подряд не пропускаем и проводим классные стримы где я рассказываю про какие-то классные истории которые я узнал за неделю или за какое-то большое количество времени решил с вами поделиться просто рассказать об этом с точки зрения со своей как я это воспринял там и какие у меня эмоции это вызвало да и возможно там как-то вас под чуть подозлечь идет лечь потому что ситуации всякие разные происходят в мире то есть и иногда бывает не хватает таких вот наши разговорных шоу где человек что-то просто на протяжении какого-то количества времени сидит и что-то вам рассказывать вот я посчитал что это будет хорошая идея поэтому выпускаю такие классные по моему мнению классные шоу до которые чуть-чуть отвлекают людей от каких-то повседневных будней повседневных дел и чуть-чуть скрашивают какое-то время которое вы проводите со мной большое спасибо всем кто сейчас в онлайне большое спасибо всем те кто это посмотрит записи очень приятно что вы проводите со мной время вечер пятницы или вечер там любой вечер или день который там у вас происходит всегда очень приятно спасибо классно здорово весело кстати надо чуть-чуть наверное посмотреть ученых у нас а мне сообщение что-то вконтакте приходит можно для ты физку ну ладно пусть будет иногда будет приходить какие-то сообщения вконтакте будет на звучок происходить и вы будете считать что это всегда такая тема короче вот я вижу первые сообщения опять же пошли в чате тоже классно пишите в чат и смотрите у нас такая еще история опять же тоже техническую тему проговорю то есть у нас сейчас идет прямая трансляция я одновременно еще записываю это все для выкладки опять же потом выпуска на youtube и я всегда потом буду в комментариях оставлять ссылочку на прямую трансляцию чтобы вы могли если что посмотреть весь чат который тут происходил в записи и он будет доступен тему вы врубайте видос у вас право идет чатик вы смотрите как там что кто писал да а если этого не хотите если вам это не нужно то всегда будет выкладываться запись то что просто как там на ю тубе всегда происходит как там типа получается что трансляция идет в одну вкладку а видосы в другую то есть получается они не стакаются и как бы в любом случае они выходят потом в одну ленту где выходят все видосы но они как бы потом все разделяются на вкладки поэтому такая небольшая техническая информация сложно короче вот и поэтому я всегда выкладывать буду и видос и туда ссылку прикреплять на трансляцию чтобы если вдруг вы хотите посмотреть чат и в этом все прямом эфире пазырь это это была возможность короче вот такая история короче такие всякие классные темы технически я проговорил еще раз скажу что если вы вдруг хотите написать классное сообщение проверьте свою креативно проявить свою креативность в написании какого-нибудь никнейма а туда еще и сообщение какую-нибудь бомбану чтобы прям найти вот читаешь какое-нибудь сообщение просто рвешься жестко короче на прямом эфире просто на ха-ха уходишь короче потом еще со стула куда-нибудь упал и вообще наушники все потерялись и такая история произошла поэтому всегда будет приятно какую-нибудь такую штуку еще увидеть и вдруг еще я например какой-то чат пропущу сообщение то есть тоже можно туда написать и точно проитерирует такую вещь например как я прошлом выпуске сказал спорт высокие достижения хотя надо говорить спорт высших достижений или наоборот я уже забыл и сейчас опять проебусь жестко короче меня потом будет за это короче вот такая история в этом как бы я опять же не берусь за то что как бы я буду истинно в какой-то инстанции да то есть бы я все проходит все эти истории которые рассказали проходят фильтр через меня да то есть быть через призму мое восприятие поэтому здесь очень многие факты могут быть упущены да и я могу где-то там очень сильно там наврать и для так далее или как-то все там переиграть вот и в любом случае вы можете написать потом комментарии то что вот это здесь не так сказал ты там вообще не прав оказался и так далее да я всегда критику очень хорошо принимать потому что но в любом случае я человек живой как бы все это воспринимаю достаточно через свою призму то есть хочу просто чтобы все эти истории которые я узнал и увидел или услышал да я хочу вам рассказать чуть более интересно да то есть чтобы более сжато но в то же время интересно получилось вам какую-то информацию узнать и здорово провести время так вот короче переходя к нашим к нашим сегодняшним классным историям я тут наверно твуса короче опять же на моего любимого блогера который занимается тем что разные технические решения связаны с музыкой обозревает в том числе да их разбирает полностью там по и так далее туда и смотри как они работают и в целом как-то их там либо восстанавливают либо просто приводит чувство чтобы они как хоть как-то работают то что все таки техника там всякая разная старая и я там например узнал у него вообще-то о том что существовали виниловые диски которые на которых были записаны фильмы из которых можно было просто смотреть видосы на экране то есть как бы для меня это тоже оказалось достаточно большим открытием и но об этом я чуть попозже расскажу потому что не в этом выпуске сегодня так у нас такой лайтовый легкий выпуск чтобы не очень много времени занимать то что нас прошлый выпуск вышел что-то на час чем-то вот и судя по просмотрам в целом он не так хорошо залетел хотя опять же тоже на просмотр ориентироваться я не буду потому что здесь в принципе у нас все равно все свои собрать собрались поэтому как бы может быть просто времени было может быть просто так получилось вот в любом случае возвращаясь опять же к музыкальным всем штукам и разным различного рода плеером как вы знаете ну в целом существовали пластинки опять же как я не разу говорил да и всегда ну люди хотели особенно молодежь хотела как-то эти с собой например пластинки куда-то взять и послушать да но в то же время ты же не будешь брать с собой вот эту огромную бандуру который который чего-то производить эти пластинки да и чё делать такой ситуации ты эту бобину собой не понесешь а музыку хочется послушать и показать своим классным музыкальным вкусом перед своими пацанами до чтобы там ты например научишься в каком-нибудь колледже ты такой в бомбере пришел такой типа я хочу срубить своему зон а у тебя из устройств воспроизведения собой только лишь твой рот вот и получается что придумали такую классную штуку которая называется саундбургер вот я сейчас вам на стриме покажу как она выглядит потому что это очень крутого устройство которое по сути себе представляет достаточно простое технологичную как просто обычное устройство которое представляло собой компактный проигрыватель который состоял там из моторчика и иглы которые просто ставилась на пластинку и проигрывала через провод можно было получить любым колонкам и можно было проигрывать это любую музыку которую тебя есть коллекции на пластинках сейчас я вам покажу это как это выглядит вот это выглядит вот так вот сейчас открою какую-нибудь фотографию чтобы вы прямо бы было видно на самом деле очень прикольная тема потому что она снискала популярность где-то лет по моему сколько там 60 лет назад вот она была выпущена да и выглядит она очень круто то есть прям вот если сейчас посмотреть да то есть прям ну здоровская штука такая которая вот там сейчас видно да чел сидит такой типа поставил пластиночку пришел такой например куань школу на такой все погнали сейчас будем слышать пластинку так и вот и это устройство было очень популярным в свое время в 60 лет назад получается и люди очень активно слушали пластинки и вот и я как потом посмотрел обзорчики на него все это вещи там оказывается еще есть такая тема то что вот это иглы которые ставятся на пластинку у нее еще есть коэффициент ну нажатия то есть короче для каждой пластинки он всегда там был написан на самом пластинке по разному то есть для меня это тоже было кстати открытием ну потому что я с пластинками очень часто вообще имел дело у меня максимум был опыт это у меня был короче такой проигрыватель на котором были наклеенные наклейки из под жвачек и с этими с черепашками ниндзя вот и он был проигрыватель который совмещал себе и колонку и проигрыватель короче вместе такая такая шкаф такой он складывался я короче на нем слушать всякие разные сказки вот это был мой максимум опыта в детстве с пластинками я точно тот момент они еще были хоть как-то более-менее там ходу хотя они тоже уже отходили так вот возвращаясь к этому устройству я сейчас вам покажу видео как она работает то есть прям это очень увлекательно что по сути то она выглядит очень компактным туда просто берется вставляется пластиночка зажимается такой специальной резиночкой и подводится играл иголочка подпружиненная и она врубается и все у тебя идет сразу звук на колонку ты получается может устройство себе брать и класть в рюкзак там то есть она очень компактная и я почему еще про эту штуку вспомнил потому что компания аудиотехника которая как раз таки вот из против по моему аудиотехника насколько я могу я конечно могу ошибаться ну не суть короче кто производитель сам сам факт того что короче они выпустили современную версию этой приблуды которая работает она раньше работал на батарейках сейчас она работает от тайп си просто тип туда право вставляется и ты больше и даже по моему ну либо от powerbank а играть либо вообще просто типа ее собой забрать она там аккумулятор стоит соответственно ты просто берешь собой классный такой ретро чувак который решил собой взять компактный плеер и прийти где-нибудь на какой-нибудь вечеринке проиграть какую-нибудь классную композицию с пластинки в общем она осовременена и в то же время кстати у нее еще есть возможности по у них в этой новой версии они короче туда встроили еще bluetooth и ты можешь подключить вообще к любой быть из колонки и супер вообще классно компактно играть свои пластинки и быть вообще супер крутым чуваком меломаном который пришел и такой типа я щас вам не буду включать просто треки с яндекс музыки или например со спутифая да а я сегодня с собой принес крутые классные пластиночки виниловые и я щас давайте мы включим bluetooth колоночку и я щас вам покажу что такое настоящая музыка все такие типа да пошел ты чувак ты вообще кто такой зачем сюда пришел мы вообще этот по-другому поводу собрались короче вот такая история но в целом сама по себе устройство очень прикольная компактная и удивительно с точки зрения вообще как люди хотели очень хотели слушать музыку где-то вне своей там своего дома и так далее да и хотели собой и куда-то взять ну что это всегда стремление было у людей когда вот они хотели собой какую-то музыку вести с собой и понятно что как бы пластинки они сами по себе были достаточно большие но это достаточно плохой выход из такой ситуации ты можешь просто прийти и врубить музон где угодно и когда угодно и кстати возвращаясь еще кстати к истории по поводу того как мы рассказывали по поводу по моему в первом выпуске или по втором про и трек картиш который я рассказывал как он работает и как у нас стоит если не смотрели я оставлю ссылочку в описании и в целом вы можете ознакомиться но вдруг вы не видели выпуски предыдущего так вот и на этой волне как раз таки вот это уже было после пластинок когда они стали чуть менее популярная стал более популярный формат записи на вот на 8 дорожные кассеты вышел плеер который максимально подогревал и интерес к этим кассетам потому что опять же напомню да что преимущество этих кассет заключала в том что ты можешь по одному нажатию клавиши менять композиции да то есть и переключаться на них не там не приходя к тому что это надо менять куда-то там переставлять иглу там ты просто можешь на одну кнопку нажать и переместиться на другой трек и его продолжать слушать в прекрасном качестве и так далее да так вот вот существовал такой плеер который назывался panasonic и он свое время достаточно большой фурор произвел потому что его во первых очень много кто рекламировал чтобы поддержать так сказать популярность самого формата восьмидорожечного картриджа да и у него такая достаточно очень прикольная форма и чисто такая сверху как весы короче знаете в советском союзе такие весы были которые ты на них ставишь что-нибудь и тебя значит продавщица которая с той стороны стоит ты на пришел к пришел это пришел к покупать яблоки допустим и взвешивает она тогда на что пальчиком оп поднажала и чуть больше получилось короче обвесили и я помню короче такая история была что ходили такие слухи что продавщица обвешивают ну опять же это уже такие истории советского союза когда там все истории связанные с весами и так далее так вот в общем этот плеер у него вот эта вот ручка которая вот если вы видите да вот это вот на нее просто короче ты берешь шлеп нажал и у тебя следующий трек играет и опять тоже были рекламы классные где-то молодежь короче такая типа воу типа мы сейчас будем слушать с вами какие-то крутые композиции не нравится трек бам нажал следующий просто и это была киллер фича которая просто создавала какую-то просто не какую-то невероятную невероятную конкуренцию всем тем плеерам которые до этого существовали потому что ну по сути у тебя просто колонка с в ручкой который ты просто шлеп нажал и у тебя следующий трек играть и здесь как бы видно что цифра есть и а он причисляет типа видишь какой трек играть сейчас я вам еще покажу видосик классный с рекламой этого с рекламой этого плеера потому что тоже его джимми волкер рекламировал это достаточно крутой певец на то время типа и было прямо очень дорого то есть как раз тут видно будет вот вы вставили кассету получается он такой части по покажут почти посмотри о понажал и все следующий трек играть и все-таки типа его моя это же вообще просто что это такое это какое-то офигенная крутая штука которую можно просто опять же почему я на это делаю акцент потому что их сравнивали в то время когда выходила этот плеер а их сравнивали с кассетами плеерами с обычными да и там типа не было такой с таки что ты мог просто нажать и переключить там трек потому что на обычной кассете как вы знаете равно да все равно в любом случае мотаться и чтобы переключить на среди 100 там типа получается на тех плеерах которые там проигрывали кассетам стоял такой счетчик и ты мог бы по цифрам примерно узнать этом следующий трек играет вот и а здесь типа ты просто щупок нажал переключил щупок нажал переключу после бы это была достаточно большая такая фишка ты очень крутая классный историк о том как вообще создавались и существовали форматы портативной записи, портативного воспроизведения звука в те времена, когда не было флеш-картам и так далее, то есть когда ты мог это все в таком маленьком устройстве переносить и воспроизводить звук. Вот, возвращаясь, давайте сделаем небольшой перерывчик, опять же, у нас перед следующей историей, я как раз почитаю, что у нас пишут в чате, у нас в чате пишут, что пьют уже сок, да, но я понимаю, почему это происходит, мы нормально такие посидели, да, в нашей чате в основном сейчас сидят и в онлайне смотрят те, кто были вчера у меня на день рождения и мы прям вчера достаточно хорошо погудели. Вот, Аня тоже пишет, что типа она о чем-то задумалась, видимо, что-то услышала, когда я рассказывал по поводу различных историй до, вот, опять же, доната у нас пока еще не было, потому что у нас первые донатики прошли и мы их уже зачитали, вот, поэтому раз такая история, то есть мы переходим уже к следующему блоку и чтобы перейти к нему, мы как раз-таки возьмем бокальчик и допустим, опять же с вами чуть-чуть выпьем, да, чтобы было вкусно, чтобы чуть-чуть перевести, так сказать, с темы на тему, такой небольшой, не сказал бы, что бесшовный, но в то же время переход через бокал у нас такой вот будет, теперь традиция, да, но в целом у нас по выпускам сложилось так, что мы через бокал переходим от одной истории к другой, вот. Как раз такие моменты, для YouTube есть возможность послушать музыку, которая играет на фоне и влепить мне какой-нибудь, выбирать страйк, потому что я использовал музыку, которая имеет авторские права. Хотя я стараюсь вот просто, знаете, постоянно говорить, чтобы эту музыку чуть приглашать, но чтобы, например, у вас все равно был флоу такой, да, потому что музончик играет, классно, весело, здорово, да, но в то же время, типа, я не даю возможности YouTube, чтобы он как-то распознавал, ну, он в любом случае распознавал, потому что у меня прошлый выпуск тоже за монетизацию сняли, за то, что я там в конце какой-то трек он распознал и все. Ну, суть-то не в этом, потому что у нас сейчас подписчиков немного, просмотров тоже не очень много, хотя для меня это достаточно много, и каждому, кто посмотрел, я шлю просто лучи добра и любви то, что вы это сделали, провели со мной какое-то время. В общем, не суть, будет у нас музончик играть на фоне, любой, короче, будет классно проводить время, чтобы у нас авторские права просто вовсю, просто куча треков, и вы потом еще смогли их, если что, вдруг вам понравилась какая-нибудь композиция, ее YouTube распознавал, вы таки берете, заходите, там, когда спускаетесь с низ, там, получается, можно посмотреть список композиций и заодно увидеть, что там играет. Возвращаясь к следующей теме, короче, я в свое время натыкнулся на такую штуку, как, ну, разные, короче, были сообщества ВКонтакте, вот, и каких-то таких сообществ мне попалось на этот, на свой взгляд, и чем оно меня заинтересовало. Там, получается, было там обычные пространные фотографии, каких-то там этих продуктов, там, будь то, не знаю, какое-то печенье, или какой-то там доширак, допустим, да, вот, но вся особенность его заключалась в том, что к этим классным фотографиям, к обычным, которые там, ну, или, не знаю, там, каждый день сок, там, допустим, ну, максимально всраты какие-то рандомные продукты, которые стоят, там, максимально низкий ценник в каком-нибудь окее или, там, в ленте, вот, и, там, какой-нибудь сок каждый день. В общем, суть вы поняли, там, самое дешевое, то, что можно приобрести в каком-нибудь обычном супермаркете, гипермаркете, да, вот, и получается так, что к этим фотографиям было прикреплено достаточно интересное и крутое описание, то есть, да, что из себя представляют эти вот продукты, какие они там на вкус и так далее, то есть, да, и это было все настолько в такой очень крутой прозе было написано, что, когда я прочитал первую рецензию, а это называется рецензия на дешевую еду, паблик вообще в целом, вот, я потом ссылочку прикреплю, так вот, и получается, когда я прочитал первую рецензию на дешевую еду, я просто чуть не помер со смеху, потому что там люди настолько творчески подходят к описанию, казалось бы, обычных вещей, что ты сидишь и думаешь, вот, ну, это же просто обычный сок яблочный, который стоит, там, не знаю, там, 19 рублей за литр, там, ну, допустим, какой-то абстрактный, беру, ну, супер дешевый, короче, сделан из какого-то там переработанного яблока, да, какое-то лютое там, короче, вот, но люди подходят к этому таким творчеством и описывают это так, что ты захочешь его купить, просто пойти и взять его, потому что это какой-то невероятный нектар, который тебе точно нужен сейчас и который ты захочешь выпить именно вот в этот момент, так вот, почему я вспомнил про этот паблик, потому что он с 2016, по-моему, или 2015 года не обновлялся, то есть там все истории, которые там были, выкладывались и были озвучены, там я уже все прочитал и было достаточно весело, но как бы они там уже закончились и какое-то время они, ну, не выходили на связь и ничего не писали и я очень сильно расстраивался, но у меня всегда было истории вот эти вот, которые там я читал, про Доширак там или там про то, про сё, они были, ну, у меня в запасе, то есть я, когда кому-то рассказывал, показывал этот паблик и, ну, всегда там сидели, прикалывались, зачитывали какие-то там такие истории и было очень весело, то есть как бы прям круто, то есть получается, вот, и вот недавно я тут думаю, зайду, посмотрю вообще, что там осталось, может быть, что-то обновилось, и представляете, то есть как бы они вернулись, то есть они начали писать потихонечку новые рецензии на дешёвую еду, и давайте я сегодня, раз уж такая у нас история, раз у нас праздник вообще в целом, да, и вчера было на рождении, я вам зачитаю прекрасный отзыв на печенье по сиделке, любимая овсяная с шоколадными кусочками, потому что там описание, ну, блин, оно очень крутое, там прям чуваки прям супер постараются, я, опять же, не очень хорошо умею читать с выражением, да, но я постараюсь чуть-чуть внести как бы в этот рассказ чуть красок, да, чтобы чуть было посмешнее, потому что когда я в голове себе читаю, я прям вот это всё раскладываю именно вот так вот по эмоциям, и получается достаточно весело, короче, поэтому я сейчас попробую вам чуть-чуть прочитать именно вот эту рецензию на дешёвую еду, а именно на печенье по сиделке, вот, я думаю, что будет весело, я сейчас переключу на сцену вот на эту, чтобы с костром прям было прям вот атмосферненько, да, чтобы прям создали, знаете, такое впечатление, типа, вот вы налили кофе, хотите печенье, и вот сейчас я вам прочитаю рецензию на печенье по сиделке, когда молния бьёт в землю, та скудеет и трескается, обнажая своё нутро, когда по столу бьёт главбу фабрики любимый край, на производственной линии скудеет и трескается овсяное печенье по сиделке, по конвейеру фабрики размеренно и без конца скользят шеренги шайб печенья, день за днём, неделя за неделей, и лишь усталая работница конвейера замечает, как с каждым днём финансовым, как с каждым финансовым кварталом, множится рифму с её собственными морщинами на румяных боках бисквитов. Однажды она бросает взгляд на поворот конвейера, за которым скрывается продукция, и ей мерещится сын, без злого умысла скрывающий от неё за поворотами больших городов. Поддавшись её минутному порыву, женщина подходит к панели управления конвейером и переводит рычаг интенсивности подачи шоколадных капель с позиции 3 на позицию 5. От этого ей ненадолго становится легче. Напор в секции начинок сразу увеличивается. Шоколадные градины весело сыпятся на мягкое тесто, врезаются с приятным треском сырое и ещё печенье, чтобы завязывать в нём и остаться неподвижным уже до самого конца. Конвейер с крепучими купейными вагонами везёт особую партию конечной сортировочной станции, где расселяют по привычным баракам упаковки из хрустящего пластика. Спустя неделю пачки из особой партии посиделкина с бонусным шоколадом окажутся на полках магазинов всей страны. В одном из городов и купит хорошо воспитанный молодой человек, зажмурится, отведав неожиданно для себя и подумает, надо будет съездить к маме. И вот я как бы очень ну постарался чуть-чуть добавить красы к этому всему, но опять же у меня с выражительным чтением чуть-чуть сложно, потому что я текст этот не стал читать до того, до того, как я начал стрим, чтобы это было всё в прямом эфире, да, чтобы все эти ошибочки и так далее. Вот. Но суть там заключается в том, что там на любую вот такую позицию ты берёшь там абсолютно рандомно, типа там доширак, там что там я сейчас ещё скажу, там вот есть обзор на творог, короче, есть обзор на сушки с маком, типа супер самые дешёвые, короче, вот. А, есть ещё, короче, обзор на печенье Терлим и есть обзор на рецензию, точнее, на борщ украинский с курицей один литр супа, короче, и там всё так написано классно, круто и здорово, то есть ты сидишь, считаешь и думаешь, вот люди умеют, короче, эти обычные вещи превратить в какую-то такую интересную историю, где продавщица, точнее, не продавщица, а работница на конвейере вспомнит своего сына, решила всё-таки изменить подачу шоколадных капель с трёх до пяти и начинить эти печенья просто по максимуму шоколадным, короче, я думаю, вы поняли всю структуру и вообще, как это всё происходит, я оставлю несколько там ещё обзорчиков и лицензий нам может быть на следующий стрим, если вдруг вам каким-то образом случайно понравилось то, что я сейчас прочитал, да, вот, я в любом случае оставлю ссылочку на этот паблик, потому что там прям вот посидеть, почитать очень смешно, то есть, прям вот вечерочек у вас обеспечен весёлый сто процентов, то есть, как бы, а ещё и вы можете поедете и купите то, о чём вы прочитали, потому что написано реально очень весело, короче, вот, и получается вот тоже такая достаточно интересная история, которая связана с, казалось бы, обычными вещами, которые стоят максимально дёшево, то есть, берёте, например, какую-нибудь желешку за, я помню, короче, в ОК, раньше продавалось, ну, она и сейчас продаётся, но, помню, стоила рублей 9, короче, желешечка, мы её очень классно покупали, когда я жил в общаге, а ещё там продавалось пиво, которое называлось «Большая окружка», и оно стоило 24 рубля, и я помню, что мы как-то с корешем пошли в магазин и такие, типа, у нас есть 100 рублей, и мы по-любому купим 4 пива. Мы пришли, а оно подоржало, и оно стоило уже не 24 рубля, а 26, и мы на 100 рублей смогли купить только 3 пива, и в итоге мы, короче, это пиво пили из пробок, жёстко, короче, точнее, даже не из пробок, а нет, мы пили его из рюмок, и самый прикол, что когда ты пьёшь пиво из рюмок, это вот проверено уже не раз мной, такое ощущение, что ты напиваешься намного быстрее, чем просто пия из обычных бокалов, это какая-то такая достаточно интересная магия, которая, ну, естественно, тебя очень быстро от этого отпускает, но реально, вот ты пьёшь там рюмочку, одну, вторую, третью, опять же, я не пропагандирую, кстати, алкогольный образ жизни ни в коем случае, но у нас так получается, что у нас такие вечерочки, где мы, точнее, алкоголь у нас является таким небольшим спутником за кадром, получается, и мы, короче, пили пиво из рюмочек и накатывало очень мощно, короче, такая тоже история, короче, что ещё, давайте посмотрим, что у нас происходит на стримчике, что у нас происходит в чате, пишут, что вкусные печенья и пишут, что овсяное печенье топ, согласен, вообще, вы, кстати, можете написать, какое у вас любимое печенье в комментариях или в чате сейчас, и мы, как раз узнаем, кто какое печенье любит, потому что я в своё время очень любил печенье, которое называется Мария, по-моему, вот, оно типа супер базовое, супер простое, но в то же время оно неплохо заходит, когда ты вот, в школе куда-то идёшь, так хоть и покинул себе в кармашек, идёшь, потом сидишь, трескаешь печенье и кайфуешь, вот, а ещё, короче, у меня мама раньше очень часто делала классное печенье, которое домашнее получается, там, я забыл, постоянно забываю, как оно называется, но получается у тебя такое снизу печенье, потом варенье, и сверху она брала вот это тесто от печенья и натирала его на тёрке, получается такими, типа, штучками, запекала это всё, блин, очень вкусно, было классно, я до сих пор помню это печенье, очень вкусное печенье, которое домашнее, особенно вообще классно, то есть, вот, поэтому, если вдруг у вас есть вот любимое печенье, может быть, вы любите, как обычно печенье-то вспомнили, не знаю, Oreo, допустим, так, кстати, на Oreo, я вот увидел видос, короче, где чувак, берёт Oreo, самом, по себе, вот, и берёт молоко, ну, вы могли подумать, ну, берёт просто молоко, и окунает Oreo в печенье, молоко, точнее, ничего необычного, да, нет, он берёт, я не знаю, это либо какая-то ограниченная серия, либо реально на печенье такая, типа, тема есть, потому что я Oreo вообще супер давно не ел, я только ел шоколадки с Oreo, вот, вот, и получается, он берёт печеньку, наливает на неё сверху молоко, и там такая панда нарисована, получается, из, из молока, получается, вот, потом молоко впитывается в печенье, ты потом её ешь, ну, это уже дальше несёт, вот, вот, пишут, кстати, что картошечка фри залетает, и я согласен, картошка фри, очень вкусная штука, и вчера, вчера, я этот момент, кстати, пропустил, мы когда вчера сидели, у нас была шутка, короче, что, вот, если вы вдруг смотрели сериал, который называется, как исследовал вашу маму, и там в последних сезонах, когда там у них свадьба, если дела, там была такая тема, типа, короче, что одна из главных героинь приехала там на эту свадьбу, и подошла на бар, говорит, вот стакан, вот они туда там налили какой-то коктейль с джином, по-моему, что-то такое, и она говорит бармену, типа, я даю тебе бабки, короче, вот, держи тебе сотка, там, 100 рублей, допустим, я не помню, сколько там было, допустим, в рублях, будем говорить, и следи, чтобы этот стакан никогда не кончался, вот, соответственно, там это, на этом вся там тоже шутка происходит, и бармен постоянно подносит новые бокалы, только у нее заканчиваются, то есть она там, типа, тянет руку, и сразу же, типа, целый, короче, вот, и получается, что я такую шуточку тоже пошутил, но по поводу картошки фри, вот, и думали, что, типа, завтра придем, точнее, вчера уже, придем, и, типа, там, закажем картошку, и скажем то, что, типа, 100 рублей там закинем, официанты, и говорим, что, типа, смотри, чтобы картошка фри никогда не заканчивают, вот, но когда мне вчера принесли этот огроменный бургер, который больше, чем моя голова, я, соответственно, все мысли у меня ушли куда-то, я просто был в шоке, ну, реально в шоке, потому что, вот, у меня никогда еще таких крутых и классных подарков, еще, так вот, именно связанных, там, с какой-то едой, не делали никогда, вот, и я был, ну, реально шокирован, потому что это, ну, выглядит просто, ну, вы представляете, вот такая вот булища, просто такая булка, вот, и он еще очень вкусный, потому что там он с маринованными огурчиками, такой, с мясом, там, мясо куча, и он такой сочный, такой вкусный, классный, здоровский, прям, ты сидишь его ешь, и кайфуешь, реально кайфуешь, но вот единственный минус, короче, этого бургера заключается в том, что вот он тебе приносит его, ну, ты его сфоткал, там, сидишь, кушаешь со всеми, да, и, как бы, этот подарок, который растворяется у тебя на глазах, и ты думаешь, типа, ну, в виде воспоминаний, и какой он был вкусный, какой он, и какой он был, вот, сочный, вот он просто у тебя ушел, но, в любом случае, он оставил классные, приятные воспоминания, и всегда я буду помнить о том, что был такой гигантский, классный бургер, который нам подарили, который мы очень вкусно все вместе вчера покушали, пишут, что я вообще вчера про все забыл, да, я и сейчас, по-моему, про все забываю, потому что у меня есть какая-то определенная конструкция, да, которую я там себе выстраиваю, чтобы как-то все это дело рассказывать и так далее, но у меня очень часто перескакивают с темы на тему, а особенно, когда, если меня еще захватит какая-то история, которую я хочу рассказать, я просто про все забываю, начинаю просто молотить, как отбойный молоток, рассказывая просто о том, что вот сейчас я вспомнил, и так далее, да, то есть я могу вообще никого вокруг себя не замечать, это достаточно моя большая такая, не то чтобы особенность, я не сказал бы, что это тоже там или плохо, или хорошо, просто вот ты такой я человек, вот, и поэтому вот такая история тоже случается, и я могу даже на стриме, сейчас в прямом эфире тоже, типа, вроде выстраиваю какой-то pipeline, и нарратив, который себя там, типа, выставляет историю какую-то, да, более-менее растянутый по хронометражу, и более-менее, там, типа, которые можно слушать на протяжении всего времени, и не перерываясь, как река, которая течет из его начала в ее конец, вот, слушать и не прерываться ни на что, но вот у меня бывают, мысли скачут, поэтому я опять приношу свою, извинения за то, что я иногда бываю соскакиваю с каких-то тем, и, может быть, что-то сильно обрубаю, а, может быть, что-то наоборот очень сильно затягиваю, короче, вот, это тоже моя такая достаточно большая особенность, но мы будем с ней бороться, в том числе, проводя, каждую пятницу стараться в выпуске, чтобы все более и более интересно рассказывать о каких-то классных вещах, о которых мы знали на, за какое-то количество времени, вот, поэтому такая история, пишите, опять же, разные свои комментарии в чат, классные донатки присылайте, посмеемся, повеселимся, и круто почитаем все то, что вы пишете, я вам озвучу какие-нибудь, может, классные мысли, которые вы хотели бы, чтобы озвучились в прямом эфире, вот, опять же, поднимаю за каждого, кто сейчас смотрит этот стрим в онлайне, за каждого, кто сейчас смотрит этот стрим в записи, бокальчик, вы большие молодцы, и вообще, вам максимально желаю приятных вот выходных, которые сейчас у нас впереди будут, потому что у нас сейчас впереди еще три дня выходных, будем отдыхать, классно проводить время, я думаю, что у каждого эти выходные сложатся по-разному, но в любом случае, они будут крутые, и каждый будет веселиться, отдыхать, и проводить их в любимой компании, с любимыми людьми, и классно вообще, в принципе, проводить время, И вам большое спасибо, что вы подключились. И тем, кто смотрит сейчас в онлайне, тем, кто смотрит под записи, большой-большой респект. Ура! Кстати, сегодня у нас в бокальчике сухое, красное. Уже раз, по-моему. Это, ну, вдруг вам интересно. Показывать фотку я, точнее, или в стриме не буду, потому что я себе просто чисто бокал налил. И сижу его потихонечку попиваю. Вот. Так, переходя к следующей теме, у нас достаточно тоже интересная такая штука, которую я хотел рассказать. Это связано с одной картинкой, которую вы, по-любому, видели, ну, 100%. И вы ее видели с таким посылом, типа, то, что это то место, то место, куда я точно 100% хочу поехать, чтобы там жить, и чтобы меня там никто не трогал, короче. Вот. Речь идет про дом на острове в Исландии. Вы, по-любому, видели эти фотографии, потому что я сейчас вам покажу на стриме, как это выглядит. И вы 100% поймете, о чем речь, потому что вы, в любом случае, видели эти картинки и какие-то посты, про написанные этим, про это место в интернете. И вот, получается, вот этот дом, который стоит, типа, тупо на острове, одиноко, на одиноком острове. И, типа, там всегда переписывают, что, типа, вот здесь бы я пожил бы, здесь бы я никто не трогал. И вообще, я там бы себя очень хорошо ощущал. Вот. Чуть-чуть про этот остров и про вообще этот дом хотел как раз рассказать, потому что я тоже иногда видел эти картинки. И всегда задавался вопросом, что вообще за дом, где он находится и так далее. Короче, дом называется... Точнее, как называется? Дом этот находится на острове в Исландии, как я уже говорил. И он находится на острове, сейчас скажу, на острове Эдлидей. Вот так. Я могу сейчас неправильно назвать, но я думаю, что вы, если что, я потом тоже ссылочки оставлю. Вы, в любом случае, можете посмотреть, как это все выглядит. Вот. И это достаточно такой одинокий дом. И про него очень выходят многие, там, легенды и слухи. То, что это, типа, поместье какого-то миллиардера, который, там, решил от всех уйти, быть отшельником. И построил себе, там, домище, чтобы там жить, и чтобы там его никто не трогал. По другой легенде, типа, говорят, что это остров, который построили... Ну, вообще, остров. Понятно, что остров не строят, да. Хотя в Дубаях могут с этим поспорить, да. Вот. Но не суть. В общем, это дом и этот остров хотели подарить певице Бьорк за вклад ее в культуру в мире. Вот. И потом она как-то, там, или отказалась, или что-то еще такое. Короче, была такая легенда. Вот. Но суть заключается в том, что, в принципе, достаточно все просто. Там несколько в свое время, там, в 1800 каких-то годах, я сейчас, опять же, не буду козырять цифрами, потому что я эту всю историю, опять же, там, не запоминая цифры, я просто рассказываю, как оно примерно обстоит там дела, да. Несколько семей уехало на этот остров жить, вот. И, там, соответственно, добывать там какую-то пищу. Они, там, питались в основном рыбой и местными птицами. Что-то очень забавно. Я сейчас вам покажу, как они выглядят. Ну, вы по-любому их тоже видели. И знакомые птицы. Это называется тупики. Вот. И они такие красивенькие, классные, здоровские. Ну, вот люди там жили, и, короче, и хавают жестко. Вот. И яйца их ели, и с самих птиц тоже хавали жестко, вот. И жили там достаточно долгое время. То есть, как бы, там, они прожили там чуть ли не там, ну, несколько лет. То есть, как бы, там, ну, даже можно сказать, ну, не то, что веков, но большое количество лет, там несколько поколений изменилось, то, что там жили. Вот. Но потом люди оттуда уехали, короче, решили то, что, типа, все, невозможно там жить, потому что там ни электричества, ничего, ну, никакой там инфраструктуры нету. Там просто, типа, получается, у них там какая-то баня есть, там. Ну, кстати, я вот потом посмотрел фотки, я вам еще тоже их покажу, как это все выглядело на фотографиях, потому что есть фотки внутри, как это все обстоит. То есть, в принципе, это все выглядит, ну, достаточно, как такой обычный дженерик дом, который... А мне, кстати, я прошу прощения, я перерывался, увидел чат, что пишут, что это не широс, а черное из черного, о, точнее, черное из красного. Прошу прощения, да, для тех, может быть, кому-то это важно, вдруг кто-то посмотрит в записи, там, на стриме, то есть, я пью вино черное из красного. Вот. Меня Аня поправляет, просто она там на кухне сидит и видит, что я какую бутылку сегодня открыл. Вот. Это такое небольшое ответвление от повествования. Так вот, короче, дом выглядит, как обычный такой дженерик дом из дерева, который сделан, да, стоит на острове, там, типа, и вот, ну, вот такая тема, там, типа, просто кроватки, там, и так далее. Ну, вот сейчас его обжили, короче, там, типа, это же место стало популярным за счет того, что оно завирусилось в интернете, люди тут начали ездить, и там его как-то благоустроили, чтобы там можно было хотя бы какое-то время провести. Вот. Опять же, там есть баня, и получается, она, ну, понятное дело, на дровах, вот, и работает за счет того, что там просто от дождей скапливается вода, и там, как бы, вот это водоснабжение есть, там, такое. То есть, там, в принципе, можно жить и достаточно неплохо проводить время. А если еще представишь, что, типа, ты, получается, уезжаешь вообще куда-то в остров, там, где один дом, никого нету, то это достаточно интересно и круто. И еще для меня тоже очень интересна тема, типа, как вот, и единственное, что я не нашел, как его строили, потому что вы представляете, да, то есть это остров, который находится вообще хер знает где, вот я сейчас там покажу на фоне, там, типа, этих, на фоне гор. Красиво, да, выглядит прям, вот, очень классно, здорово, да, и то есть это находится, ну, достаточно далеко где-то, там, прям, на каких-то ебенях, короче, жестких, вот. Ты туда приезжаешь, как бы, и, вот, представляете, да, такой дом, то есть он достаточно большой здесь получается, то есть, ну, такую штуку отгрохать, там, привезти туда все инструменты, там, и, точнее, как-то, саплайс, ну, всякие разные, там, строительные материалы, из чего делать и так далее. Это достаточно большого стоит, потому что я знаю, как это сложно, потому что у нас, например, есть гостевой дом на Стрельне, который у нас построил сюда, да, и, как бы, вот туда привезти, то есть мы там везли всякие, там, плевна, дрова. Не дрова, а доски, там, и так далее, там, снова все это дело. Это было достаточно сложно, потому что мы везли это все на понтонах и так далее. Но, опять же, я об этом расскажу, наверное, в следующих выпусках, когда мы будем чуть поподробнее, сделаем какой-то спешил по моей работе, да, то есть, как бы, в любом случае это интересно, потому что мы строим различные объекты гостеприимства вообще в всяких, там, не дырах, а, ну, очень далеко от какой-то цивилизации, где есть какой-то, там, привычное понимание инфраструктуры, да, то есть мы там делаем объекты гостеприимства в самых, там, вот, от далека, в определенных краях Мурманской области, вот. И я думаю, что можно будет сделать какой-нибудь специальный выпуск по этой теме, потому что это очень интересно в плане, как это вообще все происходит изнутри, как это строится, так далее, то есть, как бы, вот. И я думаю, что если мы соберем достаточно большое количество лайков, допустим, под этим видосом, или кто-то напишет на комментариях, что, типа, давай, Манька, нам не, уже устали мы слушать про всякие, там, музыкальные какие-то вещи, какие-то острова, там, какие-то, там, просто, ну, не знаю, что у нас там последнее было. Короче, все эти истории устали слушать, давай-ка ты расскажешь про свою работу, ну, вдруг вам интересно и хочется послушать чуть более подробно по поводу того, как вообще-то у нас все происходит. Мы сделаем, вот вы напишите комментарий, не знаю, поставите лайк и просто везде, там, где-то отметите этот момент, и я с удовольствием проведу для вас такой небольшой спешл, где я буду рассказывать исключительно только про свою работу, короче, вот. Такая история, короче, вот, это что касается темы про, по поводу этого острова, потому что он меня всегда интересовал с точки зрения эстетической, то есть, как бы, как там вообще все это происходит, да, как это, что это за дом там вообще, кто там живет и так далее. Оказывается, там достаточно просто обычный дом, куда уехали несколько семей, жили там, дели пулиц, вот такая история. Вот, давайте вернемся к нашему чатику, у нас люди пишут, что про работу было бы интересно узнать. Спасибо большое, мы потихонечку тогда будем собирать фидбэк от вас, от тех, кто посмотрит сейчас это либо в онлайне, либо в записи, и напишет тоже, давай, про работу, рассказывай. И я тогда просто залетаю с двух ног, такой, типа, здравствуйте, и меня зовут Дуэнс Галла Джонс, и я возложу стены из сухара. Не знаю, у меня просто рандомный какой-то топор каких-то слов, которые я только что сейчас придумал, поэтому, короче, в любом случае, соберем какое-то определенное количество комментариев, где напишет, давай про работу, будем рассказать про работу. Вот, так, давайте вернемся к нашим, точнее, даже не то, что вернемся, а продолжим. Я сейчас посмотрю, насколько вообще идет наш танцлерс, танцлерс идет отлично, у нас даже какие-то зрители есть, по-моему, в онлайне. И есть всем, кто сейчас в онлайне смотрит, вам большой-большой привет, и вообще здорово, я думаю, что вы сейчас сидите, классно проводите время. Я вам шлю привет и вообще поднимаю за вас бокальчики. Вот, но опять же, не забывая про тех, кто смотрит в записи, потому что, ну, не у каждого есть свободный вечер пятницы, потому что все-таки время такое, когда люди где-то жестко тусят, или там где-то хорошо проводят время в баре, что мы сделали, например, вчера. А кто-то сегодня сидит там где-нибудь и думает, вообще, что происходит? Почему я должен смотреть какой-то эфир, где чел сидит с бокалом и что-то там говорит? А вот, может быть, он пропускает что-то важное, а может быть и нет. В любом случае, всем, кто это смотрит в записи или в онлайне, вам большое спасибо. Я не переставая буду об этом говорить, потому что для меня это очень важно. То есть, как бы каждый человек, кто сейчас смотрит это или слушает в своих наушниках, или смотрит со своего экрана, вы просто крутые. И вот вам большой респект, и за вас я поднимаю очередной бокальчик с красным вином. Ура! Так, возвращаясь к нашему эфиру, у меня, как я в прошлый раз говорил в конце, то, что я забыл. Точнее, не то, что забыл, но что я рассказывал, и в ходе вообще всей этой беседы я забыл рассказать про свое, точнее, мой подарок, который мне сделали на дне рождения. Это очень большой, крутой и дорогой подарок, о котором я мечтал достаточно большое время. И, наконец-то, он у меня появился. И на тот момент, когда мы проводили тот выпуск, прошло время не очень много. То есть, эмоций и, в целом, каких-то историй по поводу этой темы было не очень много. Да, то есть, как бы сейчас время прошло достаточно большое, и я готов как раз-таки сегодня порассказывать про мое новое приобретение. Вот он у меня сейчас на столе лежит. Я вам сейчас его на стримчике и покажу. Ох, на зарядочку пал. Так вот, речь идет об вот этой вот штуке. Это противень, вот этот вот, алюминиевый. Это MacBook Pro, 16-й, на процессоре M1 Pro. Об этом компьютере, вообще, в целом, об этом MacBook, я мечтал, ну, не то, чтобы с детства, да, но когда вот начал заниматься активно видео и фото, я потихонечку начал посмотреть в сторону компьютеров Apple, потому что это было связано с несколькими причинами, в основном, это было связано изначально. Не то, что по поводу мощности больше, сколько по поводу экрана, потому что у них всегда изначально были крутые экраны, то есть, и всякие крутые фотографы, на них классно обработали фотографии, всегда получалось здорово, круто и красиво, вот. И изначально я смотрел на эти ноутбуки и вообще, в целом, на технику Apple с точки зрения вообще качественного экрана. В дальнейшем они, соответственно, начали наращивать мощности, и это уже было какое-то оптимизированное, классное, мощное решение, которое ты мог взять с собой и быть мобильным, вот. И в свое время я уже было, планировал, подумывал даже купить, но они стоили достаточно дорого, то есть, ну, прям вот по цене, то есть, они стоили, ну, если мы берем компьютеры, то есть, получается, у меня первый ноутбук был куплен, ну, точнее, не самый первый ноутбук, который рабочий, да, был куплен в 2012 году, я еще помню, у нас такая самая олимпиада, по-моему, шла, там, вот. И в это время мне родители подарили ноутбук, классный, крутой Asus, который был достаточно мощный, там, со встроенной видеокартой, Nvidia, то есть, короче, и процессором нормальным, то есть, вот. И я на нем достаточно долго очень монтировал, до, по-моему, 2018 года. Хорошая была машинка, вообще она как была, она до сих пор еще лежит, вот у меня там на стеллаже, вот, как запасной компьютер, вот. Просто суть в чем, почему вообще был куплен Asus ноутбук, а не Macbook, потому что при, вроде как, сопоставимых, там, процессорах и так далее, он выходил намного дешевле, то есть, там, чуть ли там раза в 3-4, да, там, короче, вот. И получилось так, что купили, соответственно, мне Asus, я на нем успешно и классно монтировал, но всегда в голове, в голове это сидела, мысль о том, что нам все-таки хочется Macbook, потому что, ну, ну, красивые же, они очень красивые ноутбуки, то есть, это прям, вот, я от них не отнять, дизайн офигенный, клавиатура классная, мощность и так далее, то есть, и на тот момент я такой, когда купил, когда мне подарили тот ноутбук, я такой, типа, сравнивал с Macbookом, говорю, то, что, типа, блин, да, у меня даже, ну, даже будет чуть помощнее, но я никогда не брал один момент, чем хороши устройства Apple, это оптимизация, то есть, как бы, все приложения, которые встроены, которые внутри, они очень круто оптимизированы, и там дело идет не столько в внутренних характеристиках, которые там есть, сколько дело в оптимизации, то есть, и это очень наглядно показывают те же самые айфоны, которые, я думаю, у каждого, ну, точнее, не то, что у каждого, но у многих, короче, айфоны есть, и вы могли всегда заметить то, что, как бы, там все приложения, которые там установлены, и в целом, которые существуют там, они работают гладко, классно, и на каком бы там устройстве ты это ни смотрел, ни делал, они все всегда очень хорошо работают, То есть, как бы, и то же самое, там, связано, там, с видеосъемкой и так далее. Я это ощутил очень сильно, когда приобрел, точнее, купил и себе, и себе в подарок, и жене в подарок, 11 айфон. И это был достаточно большой скачок после 5S айфона, потому что я прям охренел, когда, там, типа, вот. Самое главное, что для меня это было, это первое, что бросил в глаза, это время работы, потому что у меня, помню, 5S. Сдыхал просто, там, типа, часов, там, за 4, за 5, короче, там, ну, просто умирал жестко. Вот, а на морозе отключался, там, чуть ли, там, на 40%. Вот. И камеры, во-вторых, то есть, как бы, качество съемки и так далее, то есть, как бы, там, и скорость работы, отзывчивость и так далее, то есть, оптимизация в том же самом, да. То есть, как бы, я был просто шокирован этим устройством, потому что я до сих пор считаю, что это прям крутой, крутой айфон, который стоит даже сейчас покупать, потому что он очень актуален. Там есть две камеры и так далее. Ну, мы сейчас, ладно, не про айфоны, я больше сейчас про макбук. Просто я почему завожу, потому что я пытаюсь выстраивать нарратив, чтобы вы поняли, почему устройство Apple в целом это крутые устройства для работы, потому что там все настроено, устроено так, что ты завязываешься на оптимизацию, на экосистему, да. То есть, как бы, если взять вот этот вот ноутбук, короче, получается, вот, я еще раз его на стриме покажу, потому что он, ну, очень красивый. Вот, вот, еще в этом цвете еще очень долго искал, потому что у них там есть Silver и Space Gray. Space Gray очень темный, вот, а Silver прям вот он, вот то, что нужно, короче, вот. И получается, я с тем ноутбуком, который у меня до этого был, я был до восемнадцатого года, потом мы съездили на съемку фильма по Мурманской области. Мы когда катались на снегоходе с Андрюхой, если вдруг не видели, я опять же оставлю ссылочку на трейлер. Я знаю, что его никто нигде никогда не видел, потому что мы его нигде не выкладывали этот фильм, но трейлер и лежит, и, как бы, может быть, когда-нибудь здесь соберется много подписчиков, да, и у нас будет очень большой онлайн человек, например, там, 100, там, допустим, 200, да. Мы соберем людей, которые будут сидеть, и мы сделаем отдельную трансляцию с этим фильмом. И у нас еще, я опять же проитерирую, что у нас с этим фильмом, я очень кратенько расскажу эту историю, потому что я чуть, может, подробнее расскажу ее попозже, более подробно, когда мы будем, допустим, об этом чуть более классно общаться. Вот, у нас готовилась презентация этого фильма, то есть мы хотели его показывать в океан холле, вот, и у нас там были готовы и призы, короче, нас поддержали спонсоры. Нам были устали, у меня до сих пор, короче, лежит коробка с кепками от BRP, короче, которая лежит, и я ее никуда не трогаю, все там запечатано, все в пакетах, короче, ждет, когда все-таки, может быть, это случится, и мы презентуем этот фильм, и, соответственно, если, допустим, это будет в онлайн-режиме, вот как сейчас, да, то есть мы возьмем просто эту коробку большую, там, кепок, да и фига, вот, и возьмем мы и разыграем среди тех, кто будет смотреть, и классно проведем вечер, и посидим, посмотрим фильм. Вот, это просто я, опять же, мысль скачет и так далее, да, вот, возвращаясь к компьютерам, получается, я очень долгое время сидел, монтировал на ноутбуке Asus, который у меня был, неплохой компьютер, вот, потом, соответственно, мы съездили, поснимали фильм, там я как раз, это была моя первая съемка, где меня выделили оборудование Sony компания, то есть мы снимали там их крутые камеры, то есть и все это было в высоком разрешении, и после этого я решил, что мне нужен новый компьютер, чтобы монтировать все то, что я там и снимал, чтобы этот фильм можно было вообще как-то хоть собрать, потому что мой ноутбук, хоть и вывозил 4К, ну, как бы это было слайд-шоу жесткое, и на монтаже он прям подзависал, вот, потом, соответственно, я с помощью моего очень хорошего кореша, который работал в DNS, мы собрали классный комп, за которым, кстати, я сейчас до сих пор сижу, из которого сейчас и происходит, вот, очень крутая машинка получилась у нас при сопоставимом бюджете, то есть мы собрали прям очень крутую машинку, которая мне служит до сих пор верой и правдой, и прям вообще классный аппарат, вот, но настал тот момент, когда и этот компьютер перестал вывозить, и то то есть, как бы, получается, у меня появился новый дрон, там, Mavic Air 2s, который снимает с 5 4К, и когда я закидываю эти файлы уже на монтажку, премьер просто мне говорит, все, давай, до свидания, братишка, как бы, ты че вообще меня тут пытаешься впихнуть, как-то уже не серьезно, ты уж все-таки подумаешь, что мне уже там 5 лет, как бы, ну, как бы, ты уже такие файлы пихаешь, которые нельзя воспроизводить в прямом качестве, там, и так далее, да, то есть он начинает зависать, вот, и я сижу в этот момент и понимаю, что, как бы, ну, все, ну, надо что-то с этим делать, вот, и в этот же момент, получается, я, у меня там еще один мой очень хороший приятель скидывает сообщество в Телеграме, где продают разные макбуки, привозят, привозные в одном из-за границы, да, то есть, вот, и они там существенно дешевле, чем ноутбуки, которые продаются, макбуки, которые продаются в, у нас здесь, существенно, прям, вот, очень существенно дешевле, прям на порядок, вот, и получается так, что все так складывается хорошо, туда-сюда, короче, там, плюс день рождения, туда-сюда, короче, и туда-сюда, и готово, вот, был приобретен классный макбук, который мне пришел, и когда он ко мне приехал, я не знаю, я радовался, словно ребенок, короче, вот, у меня такого давно не было, потому что, ну, со временем, как, я думаю, многие знают, да, то есть, как бы, это, как, что касается день рождения, там, и новых, нового года, то есть, короче, с каждым годом этот праздник у тебя и из твоего сердца, из твоей души уходит, как праздник, да, то есть, как бы, нет такого детского, вот, этого вот ощущения, какого-то, вот, воодушевления, не знаю, вот, ты же, как бы, ждешь, там, на день рождения, там, к тебе придут друзья, там, или, там, Новый год, там, подарки, вот это все, и у меня просто была история, короче, я до сих пор я помню, то, что мне, там, где-то, лет в пять или, там, шесть, родители, точнее, не родители, а в тот момент я очень сильно верил, ну, в Деда Мороза, короче, Дед Мороз не подавил машинку, короче, это был белый пикап, вот, и я так радовался, это было просто для меня что-то невероятное, то есть, я держу эту машинку, я понимаю, что это просто, это то, о чем я мечтал, и я и игрался, не знаю, до лет, наверное, и вот это тут детское ощущение подарков, у меня, оно очень было долгим, получается, вот, я очень хорошо это запомню, я еще помню, что в этот Новый год я, у меня папа, короче, запарился, вот, сказал мне то, что вот мы открываем окошечко, форточку, она, знаете, такие окна еще были, которые не пластиковые, как обычные сейчас, там, типа, где створка открывается, а такие окна, короче, деревянные, со стеклом, и там форточка такая маленькая, вот, и он такой, типа, ну, все, открываем форточку, надо, чтоб, типа, Дед Мороз туда зашел, я такой, шаришь, это идея, сто процентов, как он попадет еще через канализацию, что-то, ну, логично, надо форточку открыть, я такой, да, и мы, типа, собираемся, выходим на улицу, на, типа, там, запускать салют, я с мамой выхожу, а папа задержался, я как раз к этому, ну, в тот момент, ребенок, типа, я же не придал этому значения, вот, что, что папа задержался, короче, ну, выходит такой, типа, классный, там, все, запускали салюты, все дела, короче, возвращаемся обратно, я захожу домой, и вижу следы, короче, такие, знаете, мокренькие, типа, как отвальника, короче, такие, которые идут к елке, я такой, ништяк, они идут, короче, именно от форточки, ну, от окна, получается, до елки, я такой, типа, да, все, Дед Мороз был, и я тогда жестко в него поверил, прям, вот, конкретно, и все, и для меня это было, прям, очень классное впечатление, я до сих пор очень благодарен родителям, потому что, действительно, создать атмосферу сказки и ребенку поверить в такое чудо, грубо говоря, да, это дорогого стоит, поэтому, как бы, это всегда очень приятно, вот, в сердце называться, так вот, и получается, что вот, и вот эти все эмоции в детстве, там, и в целом, да, там, однаждение каких-то праздников, они всегда у тебя какие-то, вот, бурлят, да, то есть, как бы, ты это очень хорошо помнишь, а со временем, ты становишься взрослее, и, как бы, ты уже начинаешь просто сидеть с друзьями, там, и так далее, то есть, вроде праздник, да, но вот это ощущение, там, не знаю, вот этого Нового года, допустим, да, мы берем, оно как-то вот пропадает, и, ну, оно все равно остается, да, но оно такое где-то, вот, где-то там далеко, вот, и ты просто, как-то, ну, ну, классно, посидим, там, встретим, и так далее, да. Так вот, возвращаясь к макбуку, вот, когда он мне пришел, я, наверное, я, получается, до этого не спал ночь, ну, там, очень плохо спал, потому что я такой думаю, ну, вот, сейчас придешь, надо будет парить, там, в сдеке, когда посылочка придет, когда там это, когда там то, короче, просыпался, проверял, ну, не пришел, я такой думаю, я же ночью, типа, что я вообще смотрю, как он может ночью прийти, и вообще никто не работает ночью, ты че, блин, вот. Короче, вот так сидел, проверял, потом проснулся, потом ждал, короче, там, поехал на тренировку, смотрю, проверяю, нету, короче, закончу тренировку, приехал домой, смотрю, он еще не пришел но уже в мурманске типа на сортировочном центре я такой ну когда же когда же короче и вот все там типа галочка пришла я просто пулей лечу в этот сдэк забираю посылку оставляя ее дома до вечера чтобы приятной обстановочки под музычку взять и распаковать распаковываю и это просто такой восторг я вообще то есть это прям ну какая-то такая штука которая о которой ты мечтал очень долгое время то есть и вот он у тебя в руках ты открываешь его и это то что ты ожидал и даже больше как он открывается как он включается проводочки все распаковочка упаковка коробка эти все эмоции я просто сидел я не знаю там вот у меня внутри просто все рвалось короче я как ребенок у так сижу типа такой охренеть вот он у меня наконец появился вот и в дальнейшем я уже начал как бы к нему привыкать начал за ним чуть-чуть поработать и как бы нюансы которые сказываются на то что сказываются как он в работе себя ощущает мы перенесем на следующий выпуск чтобы я не стал тут долго про него рассказать потому что мы тогда это усядемся еще на час наверное да и возможно для вас это будет достаточно долго да а может быть вы наоборот хотите подольше посидеть и пообщаться если что опять же пишите это в комментариях вдруг вы хотите услышать еще больше про макбук а если вдруг только поговорим да как говорится а если нет то я тогда лучше оставлю это на следующий выпуск чтобы вы пришли и следующий пятницу мы с вами опять же посидели и продолжили эту тему я уже более подобно рассказал бы про нюансы использования макбука в работе с точки зрения фотографа и видео оператора да как там все эти программы оптимизация и так далее то есть мы чуть по цифрам там пройдемся так далее то есть я вам как раз шокирующие какие-то штуки расскажу вот это вот что касается могучка классная штука и вот он внешне и внутренне выдают просто чумово ну это какое-то инженерное искусство это высокого уровня который просто берешь в руки ты кайфуешь от каждого сантиметра миллиметра этого устройства и вообще . вот как у нас там сейчас посмотрим что нас по онлайну кто насчетом чатики может писал смотрю что у нас люди чокаются в чате бокалами надеюсь что вы также чок и все это и в не было бы здорово я же все это представляю вы таки типа когда как только я начинаю вот говорить от нас переходный момент связаны с бокалом да то есть вы такие о типа как раз есть время давайте бах вот и это представить и по все-таки собирается по все вам давать вот и здорово поэтому поднимаем бокалы опять же за вас и даю вам тоже время чтобы вы смогли что-нибудь там подпись кишечка будет или сливки этих сливков сейчас еще вернусь в общем друзья за вас и классный вечер проводим не круто сидим и вообще суп круто подписывайтесь на канал ставьте лайки поднимайте бокалы как можно выше если выше поднимите будет вкуснее это я вам кончил вот за вас я почему кстати так все пространно говорю потому что я стараюсь максимально оттянуть тот момент который я озвучивал вначале потому что мы сейчас переходим самый наверное возможно интересной теме потому что как если вы вдруг не видели прошлый выпуск и опять же повторюсь то посмотрите потому что мы там самом конце точнее я там самом конце пробую достаточно острый соус на 6 миллионов скобель вот и это было достаточно интересно в плане экспириенса то есть как бы поговорить по поводу каких-то там интересных вещей острым соусом оказалось достаточно не просто вот и возвращаясь к сегодняшнему дню у нас сегодня в пайплайне концовочки то что можно наверное будем под завершать потому что оказывается мы уже больше часа посетили и для меня с тем временем достаточно заметно прошло уход так вот возвращаясь к сегодняшнему стриму я очень я когда смотрю на эту короче штуку я начал сильно волноваться потому что ну в прошлый раз мы пробовали соус на 6 миллионов скобель а здесь как бы 13 миллионов скобель и чтобы вы понимали я сейчас вам но вдруг вы смотрите допустим вы не имели когда дело с острыми соусами вообще в целом не знаете как происходит измерение остроты и так далее да то есть я как бы так для тех кто не знает расскажу что острый соус и вообще в целом перцы там тогда они меряются вот есть такая единица измерения скобель и вот и мы сейчас не будем углубляться в самым процессом измерения так далее да ну как бы вот беря там например отправную точку даже вы понимали да там вот я щас говорю там 6 миллионов скобель это много и мало там никто не знаю да допустим вы не знаете вот и допустим вот мы берем стандартный соус табаско до который есть как в любом заведении я думаю что многие их пробовали там так далее да вот и у соуса табаско шкала остроты она состоит по моему что-то или 2 500 ну короче там между двумя и 5 тысячами скобель да то есть тысячи мы сейчас говорим про цифры которые измеряются миллионы и вы понимаете насколько это острее хотя я думаю что если многие правы табаско и для кого-то это соус и острый соус и для меня например табаско раньше был достаточно острым соусом я когда его ел я думаю ну блин это такое плотненький соус короче и вообще у меня в истории с острым тоже такая достаточно интересная опять же оставлю на следующий выпуске поговорим об этом чуть попозже когда если опять же это будет интересно так вот за часть табаско то есть он получается от 2 до 5 тысяч единиц пасковеля до тысячи я в прошлый раз просто такой залетел с ничего в конце решил съесть который соус на 6 миллионов да и это было больно это было ну я не особо не особо никому не рекомендую есть такие штуки потому что особенно если вы не прохаваны в острой теме потому что это ну достаточно опасненько вот и а сегодня у нас получается такая штука которую мне мой очень мои очень хорошие друзья предложили говорить точнее то что предложили а я как бы закинул такую тему то что я уже пробовал соус так давай на стриме типа и съем орешек на 13 миллионов да давай вообще я думал короче что они принесут просто орешек один там наш пакетик просто ките подаваем и тебе просто всю тубу короче дадим вот я сам покажу как это выглядит штука на стриме потому что она может ноги не знаю как это вообще все смотрится короче это называется tube of terror и это короче штука набор орешков получается и она продается в виде как чем то что должен всю тубу короче съесть за раз там типа за какое-то количество времени это как челендж и вот этот чувак который нарисован вот эта фотка это короче чел которые хава и там соусы просто для него там я не знаю такого для него я не знаю соусы остро и которые мы едим и горим с них вот для него это просто он такой типа их пьет и такой типорой Для него это как этот, он говорит, типа, о, виски, чест, короче. Знаете, когда алкоголь пьешь и согревает горло, вот для него он так острый соус ест, такой, типа, ну да, виски, чест, там, типа, вообще. И даже не морщится человек, вот я просто не понимаю, у него там каких-то рецепторов, по-моему, и вкусовых сосочков уже просто не существует, короче, вот. Собственно, получается, я вам сейчас на стриме, вот, получается, вам продемонстрирую, то есть вот эта штучка, вот она, убийственная, на 13 мультов, орех, и я, короче, сегодня прям думаю, что пора попробовать эту вещь. Во-первых, вот когда Женек эту купил, это мне Женя дал, вот, и он купил, очень долго ее хранил, не открывал, короче, и все, говорил, типа, ну попробуем, но попробуем попозже, 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 и в итоге попозже они попробовали сами, и, судя по видосам и по тем историям, которые он и рассказывал, это было жестко, короче, это было прям, ну, ультра-насилие какое-то над организмом, вот. И, конечно же, почему бы не сделать это ультра-насилие сегодня над собой, просто попробовав его на прямом эфире и покорчившись чуть-чуть, там, типа, офигеть. Для того, чтобы это все прошло более-менее как-то, ну, я не знаю, чтобы я не отъехал здесь, не охренел, вот. Вот, хотя это возможно, то есть, как бы, я не удивлюсь, если я сейчас, короче, жестко, знаешь, попробую, и просто закончу трансляцию, упав со стула, и там просто нажимать, типа, остановить трансляцию, типа, все, пока, и не смогу, короче, с вами попрощаться. Такое даже возможно, поэтому я вас сразу предупредяю, потому что это может закончиться просто резко сейчас и вообще, вот. Но я постараюсь держаться, короче, я буду настоящим, сильно 29-летним мужчиной, который, как бы, сдержит этот напасть, и подумаю, что, ну, ладно, 13 миллионов, так 13 миллионов. Так вот, чтобы это все более-менее гладко прошло, у меня сегодня с собой тут есть вот лежат вот такие вот сливки. Моя цена, которую я сегодня приобрел, 10-процентная, короче, с трубочкой, вот, специально, чтобы это все дело подпить. У меня очень приятная, благо, очень приятная атмосфера в желудке состоит, потому что я перед этим немножко жирного покушал, чтобы это хотя бы не так сильно было больно, потому что самый момент, самый жесткий наступает, когда, ну, как бы, ты пожевал, у тебя острое, вот здесь вот все горит, ну, как бы, хотя бы ты можешь это справиться, да, там, типа, и как-то это все дело заесть, там, чем-то. Но когда попадает все дело в желудок, это для тех, говорю, кто не пробовал ни разу, что-то такое острое, и предостеречь чуть-чуть, когда это попадает в желудок, это становится достаточно больно, короче. Но я на это дело иду сознательно, и, в принципе, думаю, что будет это все интересно. Я, короче, не взял перчатки, вот, и поэтому мне сейчас возможно будет сжечь прям сразу, вот, но я попробую это все дело как-нибудь сейчас аккуратно открыть, и вот у меня один орешечек уже, вот мы сейчас его в пробочку, да, подположим, вот он. Все, я его положил, так, друзья, вот, смотрите, вот тут вот лежит это странное. Кстати, вот на запах это пахнет очень сильно сникерсом, потому что это арахис, вот, и вообще, в целом, кстати, ничего опасного, да, то есть обычно, когда ты берешь какой-нибудь сильно острый соус, я сейчас буду очень долго говорить, потому что я стараюсь максимально тянуть эту штуку, потому что я прям, ну, есть небольшое опасение, как бы, все-таки не атабаско пьян, да, и не хреновый. Серьезные вещи с большими числами, вот. Так вот, я уже сбился, короче, в смысле, о чем я говорю. Короче, если вдруг будете пробовать какие-то супер острый соус, всегда позаботьтесь о том, что чем бы это можно было запить, и в то же время, типа, там, чтобы у вас желудки не было, там, пусто, да, то есть на голодный желудок я не рекомендую вам ничего такого есть. То есть в чатике пишут, что, как бы, надеюсь, ты купил много молока. Я купил много молока, у меня запасик там хороший, я купил мороженое, но я не думаю, что я буду это делать на стриме, я там это после пойду просто умирать, так, короче, жестко. Я, знаете, на стриме так буду храбриться, а потом просто закончу, и просто упадут где-нибудь на кухне. Вот. Короче, ладно, что тянуть кота за яйца, как говорится, давайте начнем пробовать, и вот если что, у меня тут есть уже что попробовать. Поэтому еще раз я хочу, чтобы вы, вот я тут сейчас такой с пробочкой, вот так вот, как будто пиво пью, короче, вот, скажу вам, чтобы вы и всем, кто сейчас смотрит это онлайн, вам веселого вечера, пятничного, веселых выходных, я надеюсь, вы сейчас жестко проорете с того, что сейчас будет происходить. Вот. Все, кто это смотрит в записи, вы, не знаю, сейчас включили просто с этого момента или просто послушали это все с залпом и дошли до этого момента только сейчас, вам тоже большой респект, везде подписывайтесь, всем рекомендуйте, скидывайте этот видос друзьям, скажите, что там Ваня просто корчится от ужаса, от 13 миллионов перцев, вот. И все вам веселого, и вот давайте, наверное, уже пробовать, короче, то я тут прям сейчас еще на 20 минут буду сейчас за вам задвинять. Ладно, поехали. Ну что, первое ощущение достаточно интересное. Рандомный арахис, который обсыпан достаточно острым перцем. Очень большой плюс, что он не шарашит тебе сразу, а как бы постепенно набирает свою остроту. Как вы видите, я стараюсь говорить и говорю, пока что говорю. Но говорить становится все сложнее, потому что он начинает нагатывать прям сильно. Ух, хорошо. Ну слушайте, я думал, что будет прям, ну, сильнее. Я думал, что меня сейчас ударит, и я охренею, но пока что держится хорошо. Главное не глотать, потому что, ух, аучазм пошло. Во, стабилизировал. Опять же, я не очень люблю пробовать такие штуки на прямом эфире, потому что, ух, появляются новые звуки из организма, которые я никогда не слышал. Надо дышать. Ну слушайте, это, это серьезная тема. Это хорошо. Ух, я, надо что-то говорить, потому что, иначе мы будем просто слушать музыку. Да. Хорошо. Короче. Он где-то добрал хорошо прям. Я весь мокрый. И это означает, что мы, наверное, будем заканчивать на этом. Мне сердце колотится прям достаточно сильно. Я не представляю, я съел один орешек, а тут по челленджу надо, типа, всю коробку захавать. Это вообще что? Это как? Ладно, я, пожалуй, немножко попью. О, чуть-чуть полегче. Ну я долго держался, как бы, не запивая. Я думаю, что это достойно вашего лайка и уважения. Ого. Короче, чтобы сильно не затягивать, опять же, я проитерирую, что спасибо всем, кто сейчас это смотрит, кто это посмотрел в записи и в онлайне. Отдельное спасибо Жене и Жене за то, что дали вот эту штуку попробовать. Хоть это кажется, что это мучение, но для меня это было очень круто. Вот. Вам спасибо большое. Я буду потихонечку заканчивать и скажу, что подписывайтесь на все социальные сети, Telegram, YouTube. В YouTube обязательно подписывайтесь, потому что вы будете там видеть прямые эфиры, когда они будут выходить, и классные видосы, и вы там можете комментировать, сидеть в чате и вообще классно проводить время. В Telegram. Жестко. В Telegram я там выкладываю фотки и видосы, отличные от того, что происходит на YouTube. Поэтому там тоже подписывайтесь. Будет классно, здорово и весело. Всем хорошего вечера. Всем хороших выходных. Увидимся в следующую пятницу через недельку. Я надеюсь, что я там больше ничего не буду острого пробовать, потому что острее, чем это, я не знаю, что еще есть. Легионов на 16, тогда уже там вообще цифры какие-то жесткие. Вот. Увидимся с вами на следующей неделе. Всем спасибо, что посмотрели. Всем спасибо, что поставили лайк. Поставьте обязательно лайк. Это всегда приятно, здорово и хорошо. Вот. Хороших, опять же, выходных. Хорошего вечера. Хорошей недели рабочей. И хороших вам вообще всяких эмоций положительных. И вообще, чтобы у вас никогда ничего во рту не горело. Такие дела. В общем, буду с вами прощаться. И всех обнял, приподнял. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok